Вам что рада всех детчика? Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий и подпишитесь на канал! Hello! А что там, по прогнозам, должен быть прям лютый? У нас так, по нему, по касательному предопаду Ощущение по небу, как будто мы будем ловить ураганы в банку Сань, там ураган укрощает Всем привет! Я бы воду попил и больше ничего. Все, дождь пошел Пусти, пусти, пусти А что? Дождь что ли? Это нормальная погода Дождь меняет фокус на камеру Он хочет нам что-то сказать Ой! О чем это? Дождь! Я хотел, другой план был на этот день вообще А что ты как в мультиках полетел? Еще звук давай Какой-то километр Бежал такой бой Да, ты еще при этом головой влетел? Да Я вообще лукнулся Вообще лукнулся Осторожно Поранился? Ты с кулака С кулака влетел Я вот так Ну вот и поел Возможно дождь попал Динамик А возьмешь сумку? Я всегда мечтал Когда дождь Знаешь, выйти и лечь просто Ну ладно Ложишь сидеть и всему Закалка пошла Вот и умер Саня Блядь, я просто... Спасибо Кому-то в бассейн накрутился Одна минута и я просто фу И ты стал лужей У меня в голове играла песня На холодном балу У тебя еще самокат должен был какой-нибудь прыгать Ля, нам бы какую-нибудь крышу Мы для телефона И можно было так сдвигаться Пойдем крышу придумаем для телефона Ой, из этого Из-под булочки А, точно Фу, блядь Ощущение страны Как будто в большом душе каком-то Можно в общую банку? Я сейчас понял Как жизнь Как тот человек, который Ты на диете, а я нет Я буду так Беконайзер двойной И сырный соус В чате пишут Вы идиот Как этот мужик, который Вы идиот Как этот Ну я, в принципе, если Так посмотреть на меня Можно подумать, что я просто Кросс побежал Типа я спортсмен Понял ее такой А где Влад? Я не думаю, что он хочет гулять После этого увиденного Блин, я очень хочу пойти вот прям Ну на улицу Со стримом Но как-то надо его прикрыть Надо узнать, что можно сделать Им нужно, знаешь, что сделать Из стакана Типа Телевизор Просто с пизданем Зачем? Ты просто так говоришь Да Вообще вот это идеально Да, кстати Я боюсь спрашивать Он сейчас опять скажет Вы идиот И у меня травма будет На всю жизнь Извините Извините, пожалуйста Но эту крышу можем забрать с собой? А хотим телефон просто накрыть, чтобы снимать Вот так, подписчик Да А потом вернем вам Эту крышку нет Нам бы что-нибудь такое вот, чтобы накрыть можно телефон Это У нас там важная встреча Нужно снимать, а телефон промокает Может какую-нибудь крышечку или стакан, может быть Это моя Большую Какая-нибудь большая Бояса Просто это нам очень нужно Понял Это нормально Все Подойдет Вот так получше вроде Кепка Кепка, да Пойду Ну я пойду протестирую Не знаю сейчас Проверим Ну все, ребят, пробуем Мы в кепке Вы мокнете или нет? Я не понимаю Если мокнете, пишите мокнем Если не мокнете, пишите все хорошо Мы в кепке Охуенно О, блин Красота Это темный рыцарь был А есть ощущение, что девушки в дождь неосознанно Есть ощущение, что девушки в дождь неосознанно участвуют в конкурсе мокрых майк Особенно которые в этих, в белых футболках Я заказал и по идее у нас есть поднос который В смысле? Ну у меня дали с подносом, значит он наш Ты предлагаешь? Ходить с подносом просто Не, это лучшая защита гораздо Да? Чем это? Ну что выбираете что-то? Евку или поднос? Ну мы вернем Потом Сколько бы я не ездил в деревню или на дачу Тебя всегда заставляют, ну припахают куда-нибудь Копать что-нибудь Сука эти, полоть В чате пишут ангус Ну Блэк Впервые за 3 дня помылся И то под дождем И то под дождем Ты никогда не соблюдал ничего типа по идее и никогда не толстел? Я очень много сру Это секрет, да? Я придерживаюсь этой тактии Это кто-то бреванул? Не надо показывать, да? Да Кушаешь и смотри на меня Я когда падал, этого не было Реально? Да Может ты бреванул, когда ударился и не помнишь это? Надо пересмотреть запись Падение Вдруг ты ударился Словом, смотри, детский Да Там очень быстро прием Водка поспособствовала коронавирусу Мы начислим тебе одну корону За каждые 6 рублей Хотя сколько я коронавирус сейчас подцепил Да Да, Бургер Кинг, ну вы с пиаром переборщили Я, конечно, знаю, что вы экстремалы в рекламе, но не настолько Знаешь, покупаешь буги на стойке выдачи, подходит шитерок? Можешь положить на Орге или кашли за тебя А пойму я это недавно И куда вот в такой дождь вы сейчас пойдете? Сейчас пойдем Хлянь идет, да? Зонтиков не дают Нет, зонтик дают С утра была погода хорошая Ага, да Вообще солнце светило Я думал сейчас выйду, загорать буду Вот видите, все, выжимайте Вот такая вот жизнь непредсказуемая Согласен Посмотреть, что у этого мужика спереди на футболке в синей Уверен? Это очень круто Опа, а что у вас на футболке? А что там? Подари Что там написано? Там сперматозоиды Ааа, ты уверен, что в сперматозоиды? Да, сто процентов Мне кажется, ты гонишь Да ну иди, посмотри Что так же перейдем, как и в прошлый раз? Да, по правилам Вот, светофор загорелся И, знаешь, меня сбивают В GTA 5 RP, мои любимые игры Перехожу в положенном месте Ой, в положенном месте так сложно переходить иногда Ой, просто очень мало секунд дается зеленого света Да Аж не успеваешь Да, у метро всегда тусуются очень уникальные люди Да Замечал? Да, сто процентов Сможешь У тебя есть какая-то определенная насмотренность? Вот ты можешь показать на человека и сказать, он уникальный какой-то в чем-то Вот я вижу в доте Это Лехин отец Или мой Ну мы по-доброму, ребят, но без негатива Вот я думаю, что вот мужчина в синей клетчатой рубашке уникальный отец Здравствуйте, можно сказать, что вы уникальный человек? Нет Я такой, как все Видишь, какой он жизнерадостный У тебя еще две попытки осталось Нет, ну тебе так больше никто не ответит Ответят Он уникально ответит По вере, уникальный всегда ответит, что вы уникальный Там была 5 родственников Лехин Только настоящий уже, родной Это по-любому уникальный вид Можно сказать, что вы уникальные люди? Мы уникальные люди В чем ваша уникальность? Очевидно было Потому что мы панки Живем свободно Братья, ребят, лучше 85 рублей А можем все вместе Панки! Панки! А еще раз, раз, два, три. Панки! Спасибо, блин. Мы просто тоже панки. Вот у меня голод, я, блин, вот честно нахуй мне вообще... Мне 85 рублей. А как панки вообще переводится? Панки. Панк? Собода у нас везет. У меня только 100 ММ. У нас в ММ мы вложили все деньги. Вы не вкладывали? До сих пор ждем иксов, да. тоже неплохой актив хотя вы получаете что-то дата этого моментальная прибыль как шорт обычно идете в лонг потому что это не очень работает правильно понимаете алкоголь вкладываться это не на дальний срок и поэтому да у нас это пошел дождь и у нас нет крыша у нас именно банки тут мы вложились можно сказать что вы уникальный берите бабушку с зонтом просто бабушку с собой который зон держит девочкам вираж началось вирус который мы подцепили и он теперь всегда в чате вот это посольство не могу тебе показать я каждый день просыпался у меня были вот такие ботинки еще большие знаешь вот такие стандартные вот такие и уникальный человек сто процентов проверить у нас опрос мы спрашивали вы уникальный человек я скорее всего возможно да тогда вот в чем заключается ваша уникальность такой странный вопрос на самом деле революция чик чик и спасибо как меня у вас теперь есть попытка у меня нет спасибо большое вы уникальны мы все уникальны по-своему это правда это правда пока классные шорты рубрика он уникальный видишь я выигрываю пока я в таком ебучем ебучем эти пресняки просыпался с ощущением того что я охранник блять сейчас нужно идти на смену а я еще работал постоянно со взрослыми мужиками когда я приходил они такие ну конечно жизнь бля это пиздец лучше не дергаться в жизнь сиди блять они мне постоянно говорили ну куда ты пойдешь куда ты с посольства сейчас сорвешься не надо там опасно Бля, и целый день. Вот с этого метро ты выходил. Парикадный. Причем я шел вот так. По охраннице. Это пиздеж. Стоп. Ой, зеленый. Вот уникальный человек. Кто? Сидит вот это. В Арктии, это голубь. Иногда некоторые голуби просто превращаются в людей. Там, короче, акция. Ну, знаешь, семечки от Мартина? У них была акция, короче, одна из семечек может превратить тебя в человека, типа голубя. Вот, и, короче, ну, и так несколько было в нескольких пачках. И сейчас, короче, прикол в том, что люди, которые превращаются из голубя в человека, они все равно сидят постоянно вот так, типа, и делают... И ходят. Поэтому у меня шея болит. Сука, камень. Вот кто даже не... Необработанный. Не заебался и носил эти камни сюда. Это настоящее золото же. Да, да. Ну, тогда... Она весит тонн 50. Она не весит. А просто прижалась и она осталась на месте. Вот это уникальный человек был, скорее всего. На стеночки? Да. Знаешь, на кого он похож? На человека, который собирает какие-нибудь марки почтовые. А мне кажется, он похож на человека, который, типа, если ты к нему подошел, достал ручку, и из нее тебя каким-нибудь газом и ты, типа, упал. Он такой агент. Типа, здравствуйте, вы уникальный человек, и у него наушник нас раскрыли. Вот красный. И он тебе... Фу! И с ботинком так, стопок. Да, да, да. И такой... Фу! 100%. 200%. 200% такие есть. Причем они, ну, типа, даже, может быть, ты с ними как-то пересекался в жизни, но без таких, без прямых взаимодействий, короче. Такие 100% есть. Как меня, вот, прям, ну, знаешь, в жизни заебала эта дорога. Я здесь три года ходил охранником с утра и до вечера. Бывало... Сколько лет ты работал? Три года. Ёпти. Были времена, когда я работал, типа, и днем, и ночью, короче. У меня там были сложности, мне нужно было очень много денег зарабатывать, и получалось так, что я перевыкупал, короче, смены там у других людей, и получалось так, что я мог сутки, типа, просто охранить. 24 часа охранником. Только я нихуя не веселый был, как типа, всем привет! Сегодня я поработаю 24 часа охранником. А это что за инсталятство? Это кто-то кому-то зафига. Сейчас на дачу, а потом... Я и выебал все нахуй! Жена позвонила. Он три года ходил вот так с цветами на дачу, каждый день с этой баррикадной, и в моменте заебался. И в моменте ему жена заебала, как-то звонил. Ту-бле-бле-бле-бле! А я правильно понял, ты приезжал на баррикадную, чтобы потом пиздячить до другой станции метро в посольство? Нет. Чтобы у тебя дорога заебла. Короче. Можно идти от Краснопресенской, а можно от этой. Ой, Краснопресенской. А как, блядь? А, баррикадная там, там Краснопресенская. Вот посольство. Рыжая? Да. И причем прикол в том, что это только одно здание. Все посольство, это огромная территория туда вниз. Вот мы сейчас пройдем, там будет огромный забор. И это как вот прям, ну, как замок, знаешь, огорожденный, типа. А что там на территории? Там пиздец хайп, там пиздец хайп. Там очень круто внутри, там есть типа лужайки. Ну, там, короче, как Америка, знаешь. Там, когда был Хэллоуин, дети. Ну, там живут люди, типа, и они там наряжали, все. Короче, вот прям как в Америке. Они бегали, там пугали, типа. Там, короче, разъеб полный вообще. Вот тут консульский отдел. Я, короче, ну, знаешь, туда приезжают люди, которые хотят в Америку поехать, типа. И я тут работал, и туда приходит очень дохуя людей. То есть вот сейчас есть такое ощущение, типа, бля, дохуя фанатов там заебывают. А туда я приходил, и через меня проходило, типа, человек 600-700, типа, в день. Разных абсолютно людей. Там кто-то мог на тебя выебываться. Я помню, скриптонит приходил, короче. Я помню, приходил Гуф. И я, и он, типа, проходил через металлоискатель, а я должен был его досматривать. И он проходит и пищит. Он такой на меня смотрит, типа, ну, ни хера, типа, все нормально, типа. Я говорю, типа, нет, ну, типа, пройди еще раз. И он, типа, такой, да, блядь. Он возвращается, еще цепи какие-то снимает. Опять проходит, опять пищит. Я говорю, нужно цепь вот эту тоже снять. Он такой, да, блядь, ну, видно же, типа. Ну, а там жесткие правила были, короче. Там в одно время, там, ну, там настолько жесткие правила, что нельзя заходить вообще ни с чем. То есть нельзя с телефоном заходить, с планшетом, со всякими приколами. И в какой-то момент, в какой-то момент там не было камер хранения, чтобы это все сдавать. И люди, короче, был такой пиздец. Здесь, короче, тема такая называлась «Поле чудес». Там рядом вот с этой штукой была трава. И на траву выкладывали просто ноутбуки, планшеты. Я не шучу. Типа, люди просто оставляли, потому что, ну, у них вот это... С этим нельзя было. Да, 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 типа. Ну, просто, прикинь, они приезжают, им говорят, с этим нельзя. Они, типа, в ахуе. Хотя их предупреждали там, но это... Люди обычно не читают много вот этой информации. И они просто, короче, все оставляли вот так вот на траве. И, типа, приезжал в какой-то момент там какой-то канал. И снимали, типа, называли это «Поле чудес», потому что лежало просто дохуя всяких смартфонов. А в какой-то момент, короче, один мужичок, какой-то предприниматель ебнутый, типа, подсуетился. И взял себе фургон и сделал, типа, мобильную камеру хранения. И он, типа, приехал, два дня поработал. На второй день туда дохуя сдали, и он просто съебался этим всем оттуда. Ну, там, короче, дохуя, я говорю, здесь вообще, вот, типа, посольство, и вообще, моя работа в посольство, это как отдельная жизнь. Типа, здесь столько всяких историй было, столько всяких интересных приколов внутри, типа. Ну, я думаю, я сейчас, значит, иду такой, а еще там было и меня, так, типа, лишняя информация. Ну, типа, я имею в виду, просто сделают, и все, типа. Ну, я про это говорю. Не, есть реально какая-то тема, что вот тебе нельзя было разрушать что-то. Да хуй его знает, на самом деле. Если еще, ребят, ну, типа, это не я, но, типа. Это тоже оно. Бля, вот это здание построили, когда я еще работал, здесь была стройка. И здесь как-то раз, ну, здесь работало очень много, типа, типа, только типа, типа, типа пишет. Как обычно, это моя привычка. Здесь работало очень много этих работников, ну, всяких, типа, кто там клал, сверлил. Захватчики. Да, да. Их прям было, типа, ну, штук, не знаю, тысячу, типа того. И в какой-то момент я работал вот на этих воротах, и к нам приходит, типа, приезжает курьер, и он говорит, типа, вы заказывали тысячу что-то там кебабов, каких-то там шашлыков. Я думаю, типа, он что, угорает? Я говорю, типа, какие тысячи кебабов, типа, о чем-то? Он говорит, нет, правда, у нас заказ на тысячу, типа, этих кебабов. Вот мы, типа, приехали, такой, думаю, да кто, блядь, мог сюда тысячу кебабов заказать? Я подумал, что кто-то решил сделать пранк какой-то, знаешь, типа, тысячу кебабов. Тысячу кебабов, блядь, ранников, да. а еще кстати вот мы с тобой пока идем и вот так вот снимаем что-то здесь то уже об этом знают там да и нас уже скорее всего типа ну такая есть тема типа что тут немножко ну да да типа почему я стал укоротить на квадратный метр 700 камер прикольно сейчас сделали вот короче видишь поменяли систему раньше когда я работал нужно было стоять прям на улице они сделали так что людей нету на внешней стороне а я хочу стоял я пришел приехал пацаном вот туда и направлять я приехал пацаном молодым и стоял типа ну просто такой типа я работать пришел стою и проходит русские мужики такие фу блять знаешь типа начинаю там я такой блять дебил на это кистая типа ребята да я же я же свой но странная была короче тема такая вам что рад всех детчика поставьте лайк под это видео напишите комментарий и подпишитесь на канал